Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне кажется, это развод Мне кажется, это развод И прыгает туда, и прыгает Нет, ну меня же звали Я думал, ну вдруг что-то дадут Еще хорошее оружие Ага, накапают, набулькают Ждут тебя там вообще Может, хотя бы накапали Морпухи, они такие Любят по гостям ходить Ну-ка тихо, я что-то отвыкл от вас Даже немножко страшно Мне бы аптечку О, классно Так, что у нас тут пишут-то? Ничего не пишут У меня настройки графики не сбросились случайно? М-м-м-м Да фиг знает Говорит нормально Что там булькает? Что-то булькает В туалете, да? Вот, сидит и булькает Он прям сидел-то Я слышал, там кто-то появился Я должен туда зайти Ну как? Ага Ага Это все хорошо А-а-а У нас там тоже был лифт А это куда? А, все Он никуда не хочет ехать Устал Подожди, это другой лифт А, нет, все правильно Ну и куда нам? А, ну тут больше никуда Не трогай меня Какие они все-таки резкие Вот эти вот С щупалками Просто бесят, да Вот этот он звуков столько всяких чего тут жёшь-то ой нет против этого нужно что-то побольше он там не один даже не понял и м м это было наивно может там говорили что мы там взяли этот компьютер а сейчас послушаем ну давай послушаем питер рейли главный врач комплекса дельта 29 октября 2145 года мы исчерпали все возможности медикаментозного лечения пытаясь справиться с неожиданным всплеском психических расстройств я обращался за консультацией к психиатрам на земле но пока не получил от них дополнительных данных примерно у 80 процентов всех участников экспедиции в другое измерение в течение двух суток после возвращения появляются симптомы невроза средней тяжести на третьи сутки 75 процентов больных демонстрируют признаки тяжелого паранояльного расстройства с галлюцинациями и вспышками насилия мы изолировали этих пациентов в надежде выявить патоген пока мы не смогли найти никаких органических веществ которые могли бы привести к таким радикальным нарушением когнитивных функций судя по всему патоген чем бы он ни был вызывает расстройство функции высшей нервной деятельности оставляя в неприкосновенности только спинномозговые функции по нашим наблюдениям большой процент заболевших быстро теряет способность к рациональному мышлению и общению а затем начинают появляться физические изменения у больных начинается атрофия кожа бледнеет мышцы ослабевают кости зубы и ногти становятся почти прозрачными от людей остаются одни вены и сухожилия продолжаем наблюдение Итер Рейли главный врач комплекса Дельта 1 ноября 2145 года больной 0432 ледовой Стив Джонсон умер сегодня в 15.43 от огнестрельной раны которую он сам себе нанес из стабильного оружия смерть наступила примерно через 110 часов после его возвращения из экспедиции на ту сторону портала после экспедиции у рядового Дженсона развелась паранояльная шизофрения в тяжелейшей форме с галлюцинациями осложненная прогрессирующим слабоумием лечение оказалось неэффективным он был последним кто выжил из этой исследовательской партии четверо остальных вернувшихся вместе с ним умерли от полученных в экспедиции ран вскоре после возвращения перед смертью рядовой Дженсон кричал на английском и других языках что-то про орды демонов которые пожрут наши души мы проанализировали другой язык на котором он кричал оказалось арамейский в свете таких тревожных событий я разместил в своем кабинете запас медикаментов и боеприпасов а код код какой то есть они уже настолько просто что углубились в исследование даже в порталы сами ну да странно тут ничего не написано может на стенах где-нибудь написано как мне все это залезть а вот это не разбито стекло вот ээээ так стоп ну вот шум шум с тобой лучше не связываться хе-хе правильно не надо а чего нагнетают какой тут может быть код где вот он его заказал где этот подавай его должен где-то написан может какой-нибудь 483 с чего бы хе-хе хватит баловаться ну что такое а здесь нельзя 112 закрыть не могу кстати ну ладно все идешь вперед салта твой путь никуда не придет ты умрешь и я заберу твою душу вот гад он вернулся умери говорит умери умери говорит только после вас вот не надо вот этих вот зачем обернулся хе-хе и у и и и и и и Не пускают сюда, да, не пустят? Ой, ребят, извините. Забыли, кстати, сказать вначале, что у нас должен еще подъехать курьер с кошачьей едой. Вот, нужно будет отвлечься. А сейчас звонил менеджер, просто у них там в наличии не все есть, оказывается. Ладно, поехали. Я уже забыла вообще? Я тоже забыл. Хотели же сказать и... Итого, что-то как-то отключились. Опять все плохо. О, там, тут сидит. Кто здесь? Слава богу. Ты не из этих. Похоже, все остальные мертвы. Я... Я тоже виноват. Внес свой вклад, проникнув в другое измерение. Какое безумие. Слушай, у меня... У нас нет времени. Мы впустили сюда дьявола. Защитный стабилизатор портала отказал. Когда Битругер забрал эту штуку, артефакт, который мы нашли в руинах, он унес его за портал, а потом полезли черти. Сначала помоги мне. Я пытаюсь снова запустить телепортер. Все вокруг разрушено. Выбраться отсюда можно только через портал. Найди мне исправный плазменный излучатель. Тогда я смогу включить телепорт. Он должен быть в управлении. В серверной. У меня есть допуск. Я открою тебе дверь. Готово. У нас мало времени. Поторопись. Ты бы мне ПДА свой дал лучше. Я бы сам открыл там все, что нужно. Можно глянуть, что это за артефакт. Так. Где мы это делаем? Почта. Во. Рапорт заполнил Яг Ян Маккормик. Я работаю над кубом души уже несколько недель. Это потрясающий артефакт. И как выяснилось, у него есть некоторые удивительные свойства. Я вписал запрос на новый порядок глифов вчера. Система работала всю ночь. С новым запросом лингвистический компьютер наконец-то смог расшварять оставшиеся глифы. Куб души по всем определениям оружие и похоже, что он был создан, чтобы дать отпор любым существам, что нападут на эту древнюю культуру. Если я правильно читаю глифы, во время битвы куб набирает силу с каждой жизнью, которую отнимает носитель. Когда он полностью заряженный, его можно использовать, чтобы убить даже самых сильных существ. Больше всего впечатляет, что при убийстве существа он передает его жизненную силу тому, кто использует куб. Я знаю, что это звучит как магия, а я не смог активировать его, чтобы доказать теорию. Но это то, что изображают глифы. Глифы точно указывают, что нужно убить пять существ, чтобы куб зарядился, а потом чудесным образом он сообщит, что готов. Он почти как разумное существо. Этот объект фантастическая находка. Хранилища следовательского архива. Я представляю, как тут перло от находок, пока проблемы не начались. Ага. Не надо менять зубы цилизации. Все, что интересно. Всего доброго. Спасибо. Это же неспроста. Как обычно, да? Там тоже клуты живой? Да нет. А, это вот как раз тот самый телепорт. Понятно. Дезинфекция началась. Да ё-моё, я только тут был. Дезинфекция закончена. Всего доброго. А, тут я прошел, как раз. Нет, тут нет. Только не пойму, с какой стороны. Вроде сначала справа топал, потом слева. Да он сам, наверное, решить не может, с какой стороны. А, здесь у нас закрыто. Ага. Ему тебя ловить. Ты где там бегаешь? Дышал. Вот. Вот. Каждый раз хочется спросить о комнатку потеснее. Не могли найти, чтобы поставить с ним. Ну, так уж, чтобы совсем. Наверняка. Ой, не придирайся. Ай, не попал. А то сейчас ты выпрашиваешься. Потеснее поставят. Поставят по-любому. Там плазму я вижу. Ой, едят. Круто. Продолжайте, не отвлекайтесь. Тут тоже чапкают. Подожди. Мне казалось, что тоже к кому-то едет. О. Согласно просьбе, излагаю мои впечатления от первого путешествия сквозь портал. Рядовой первого класса Фрэнк Синдерс. 15 октября 2145 года. Даже не знаю, с чего начать. Ну, раз уж я пишу этот отчет, значит, я выжил и чувствую себя тут неплохо. Не замечаю в себе ничего из того, о чем докладывали другие, прошедшие через портал. Ну, я все еще пытаюсь разобраться. Что могу сказать? Мы открыли какую-то мерзкую дыру, которую лучше бы не открывать. Слава богу, там вряд ли есть жизнь, но огонь, жара, зловоние пахло смертью, тлением и горелым мясом. Завтра мы введем туда компанию яйцеголовых. В смысле, сотрудников научного отдела. Выставим передовые посты и начнем высылать разведывательных роботов. Не знаю почему, но у меня плохое предчувствие. Зачем мы вообще туда полезли? Что кому хотим доказать? Не понимаю. Рядовой первого класса Синдерс, доклад закончил. А вот тебе и нет там никого. Мясом паленым, значит, пахнет. Ты снова забыл свой ланч на моем столе. Я положил его в хранилище 112, как раз, который мы не могли открыть. Комбинация 538. Я почти угадал. 534 набирал. 438 было. Ну и такое тоже. Не забудь забрать его. В прошлый раз он пролежал неделю, стал обманять. Что за хрень ты ешь? Не забудь. В двери слева там кто-то кого-то ел. Ну там пока закрыто. Подожди, он живой? В смысле нормальный? Нифига. Совсем не нормально. Совсем не нормально, да. У него там что-то отвалилось. Вы же не откроете их все внезапно? Откроют. О, ухляж. Голову разбил уж так и все. Стоит оттолбиться. Понятно. Ну, в общем, если откроют, беги сразу вот в эту комнату, где-то, да. Фланшетчик стал. Там барьерчик, они туда не завалятся прям. Да, да. Коллективно. Так мне туда еще запрыгнуть надо. Кто-нибудь по пути цапнет за пятую точку. А ты не пятая точка иди к врагам. Ну, как обычно, как вот увернуться от их первого удара? Они очень стремительные и внезапные. Если вот они именно за стеной стоят уже. Ясно. Сейчас открою, на меня вылетит, да? Нет. Простите, что помешал. В смысле? А эта дверь, наверное, так открылась. Внимание, работает система подачи галлона. Доскут запрещен. Тут кого-то тащили. Тут постоянно кто-то куда-то кого-то тащили. Светы влете. Сбудши рядом. Зачем спрашивается? Кто-то тащить? Да, почему бы сразу на месте не смеяться? Ну, пока свеженькая. Медицинский отчет 16.8. 2 ноября 14.9 года. Больной, рядовой Стив Джансен, умер вчера 15.43. У рядового Джансена развилась своя наяльная шестая. Осложнение может быть в состоянии слоумии. Лечение... А, мы слышали. Первоначальный врачебный осмотр обнаружил только слабый выраженный психоз. Единственным признаком расстройства была паранойя. Прилагается запись G8A. Рядовой Стив Джансен. 18 октября 2145 года. Психиатр доктор Хупер. Пациент рядовой Стив Джансен. 27 лет. Стив, ты хочешь поговорить о том, что с тобой происходит? Не хочу. Ну, я хочу помочь тебе с ним. Я уже пытался говорить. Все думают, я псих, и меня лечить надо. Ну, я врач. Я хочу помочь тебе. Помочь? Нам уже ничто не поможет. Во время следующего осмотра больного, через трое суток после первого, обнаружилась быстрая регрессия физических и умственных функций. Поведение не соответствовало ни одному из известных. Патерты. Прилагается запись. Это вот, то есть, они там уже вот это все добывали. Давно получается так, что... Ну, давно-недавно, но некоторое время точно. Учитель, они скоро будут здесь, и тогда вы все увидите. Ты можешь сказать, что ты видишь? Стив, пациент не реагирует. Сеанс окончен. Ну, ладно. Ну, ладно. Что такое за... Во что я тут цеплялся? Ага, труба. Много. Много. Странно, что не наступил тот момент, когда все двери открылись. Ох, нифига, там череп чей-то. Ага. Ну, я просто эти речейки увидела и вот вспомнила. Потому что двери как не открылись в итоге. А мы там их откроем сами еще. А. Нам надо в охранный центр, чтобы открыть как раз там все. Зачем я это делаю? А. Ммм. Я, наверное, могу вот отсюда запрыгнуть туда, может? Охо-хо-хо. Тут рожица. А, нет, подожди. Я отсюда могу, наверное, переставить вот это. А, так мне это и надо делать, да, похоже. Не смогла. А, нет, подожди. А, нет. А, нет. А, нет. А, нет. А, нет. Вопрос, с какой страны. Наверное, с левой надо пробовать забираться. Или как? А, нет. А, нет. Или мне все-таки с этой штуки запрыгнуть нужно туда. Они вон из тех ячеек? А, ну вот сюда запрыгивать. Наверное, она потом поднимется. Я-то думал лесенку, в принципе, сделать. Но, наверное, оно и не нужно. Кое-что не нужно. Если будут говорить фрыгать, то ты... Нет, они слушают. Ага, ага. Вот там пикник, что ли. Хорош. Хорош. Эх, ну я пытался. Продолжение следует... О, доктор Ралли сказал, чтобы боеприпасы были в хранилище на случай экстренной ситуации. Охранник сегодня доставил боеприпасы и запер их в хранилище. 116, код 972. Какая-то зеленая штука. Система подачи галлона отключена. Открыть офисы. Какая-то зеленая штука. нифига не ориентируясь куда мы пришли меня я сразу обратно вышел круто но чего не взрываетесь вроде то еще аптечка лежала я помню вот она и и и и и и и зачистить сначала если ты обратно найдешь, то не забудь 112 там два рядом да, но я не помню где он уже не помню говорят, уже ушел нет, это не тот бокс они про биологическое там какое-то оружие можно попробовать туда вернуться, наверное если мы открыли, то, наверное, может нас пустят хотя не факт но если ты недалеко, то почему бы не вернулся ну давай вернемся но я не помню где он был если честно тетик так переживал по этому не буду по этому не буду по-моему я не туда не туда, вроде это было где-то перед этим, но... А не вот здесь как раз комнатка там? Ой, какой ты долгий. Давай быстрее работай. Даже не до этого было, разве? До этого? Не знаю. Я не помню. Говорят, комната после ящиков была. После каких ящиков? После этих ящиков, наверное. Ой, как медленно делает она все это. О, мы там не почитали кое-что. Вот, ладно, сейчас перепрыгну. Вот комнатка эта. И что, а какой у нас код-то тут, я не знаю. 31? А ты же не почитал? А куда ты знаешь, что 931? Сейчас тебе писали. Понятно. Когда я помню, я сама говорю. Субтитры делал DimaTorzok. Просто занимался своим делом. Но последним был Роберт Клейтон. Я встретил его в первый день своего пребывания здесь. Чтобы сломать такого крепкого мужика. А теперь он сидит в изоляторе с мягкими стенками, обколотый тронквилизаторами и пускает слюни. Драпать отсюда надо, вот что. На следующий день ты должен помочь с работой и бла-бла-бла, и все. И чего? И нет здесь никакого кода. Где найти код для этой штуки? Вы вполне могут дальше дать. Может, вы торопитесь, ребят? Да, скорее всего, как обычно. Или просто читаки знают там все где. И от нас этого требуют. Ой, стоп, тут я был. Ну, пишут, что она где-то в начале была. Можно было по имени поискать. Запись. Типа, что у нас была уже, да? Ну да, кстати, я помню его. Этот код. Отчего ты-то возмущаешься? Я не помню, но откуда я знаю, что он для этой комнаты-то? За этот код такой пошел. Что это у него там в руке? Маговичный ключ. Что за пушка-то вообще? Ну, это против боссов пушка, фактически. Самая мощная, по идее, в игре, я так понимаю. Может, еще что-то мощнее есть. Этот 9-3-1 был что-то вообще где-то... Я не знаю. Где-то чуть ли не в самом начале игры. Мы его тогда еще-таки запомнили. И в итоге нигде не нашли, еще удивлялись. Да, забей уже. Ну, просто найти хотелось. Там столько имен, но ты сейчас все перебирать будешь, что ли? 9-3-1, по-моему, не на первом стриме был. Ну, я не помню. Где-то он был. Короче, чатик, хоро умничать. Вы молодцы, да. И все. Прикиньте. Саша сказал, что вы молодцы. Ну, просто сидят там, это... Какие мы умные, какие мы молодцы. Мы все знаем. Нет, Лисаня, он говорит, что там... Фамилия этого мужика была на панельке доступа в комнате. По имени можно было найти. 114. Эх. Вот если я пальну, что будет? Ничего не будет. А, это нам надо взять. Понятно. Извините, чуть не уничтожил. Полезную штуку. А это какая ячейка? 114. 114, понятно. 114 вроде не было еще. То есть я могу обратно идти. Хотя нет, подожди. Ты лучше последние записи проверь, чтобы потом не возвращаться. Я помню, что 12-й был. 114 не было. Вот, ниша. Они по порядку, да? Ну, нет. Нет, когда как. Да у нас сразу все есть. А, мы уже приехали? А. Понятно. Не-не-не-не-не. Ай-яй-яй-яй-яй. Ха. Я лучше бегаю. А почему тут закрыто? А, нет, все нормально. Тут и было. Так, ага. Живо он тут интересный. Отлично. Теперь телепортирует заработал. У нас очень мало времени. Ты должен телепортироваться через камеру. Это единственный путь. По-другому отсюда не выбраться. Зайди в камеру и запусти машину. Остальное мое дело. Я останусь здесь. Удачи. Но пока ты не ушел, вот возьми. Я хотел спросить, вот ты сохраняешь во время диалога сам или тебя сохраняют? Сейчас меня сохранили. Я работаю, то есть работал под руководством доктора Малькельма Петруггера. Помогал ему ставить различные эксперименты. А, все заново. Многие поколения... Не-не-не, подождите. Меня зовут Йен Маскорник. Я научный сотрудник марсианского филиала UAC. Я работаю, то есть работал, под руководством доктора Малькельма Петруггера. Помогал ему ставить различные эксперименты. Хотя весь последний год мы занимались только телепортацией. Не знаю, смогу ли выбраться отсюда живым. Поэтому я записываю этот видеодиск, чтобы люди знали, что тут случилось. И не дали этому ужасу повториться. Сначала эксперименты по телепортации были невероятно увлекательны. Мы создавали новую науку. Нас пьянили новые горизонты. Мы чувствовали, что производим переворот в жизни человечества. Я гордился тем, что участвую в таком потрясающем проекте. Гордился тем, что работаю бок о бок с гением. Еще во время самых первых экспериментов мы заметили, что телепортация происходит не мгновенно, а с некоторой задержкой. Причем время этой задержки варьируется. Телепортация происходит следующим образом. Объекты разбираются до квантового уровня, переносятся и вновь собираются в точке выхода. Каждый этап этого процесса должен был осуществляться мгновенно. Но мы так и не поняли, откуда берется задержка. Мы отправили через телепорт робота с видеокамерой. И были потрясены. Робот успел отснять несколько кадров. И с них прямо в камеру смотрело несколько пар глаз. Мы обнаружили новую форму жизни. Витругер немедленно отправил запрос на присылку добровольцев, желательно из числа солдат охраны. Он хотел поймать этих существ живыми. Я сделал много ошибок в своей жизни. Но есть один поступок, которого я буду стыдиться до конца дней. Нам нужно было получить разрешение медиков на отправку людей через телепорт. И я подделал несколько отчетов, чтобы показать, что мы якобы ставили эксперименты на живых тканях. Тогда я пошел на подлог без зазрения совести. Но через несколько дней, когда мы пропустили через портал третьего испытуемого, он отгрызал собственные пальцы. Судя по всему, он сошел с ума. Мы стали отправлять людей группами. Примерно раз в два дня. Вернувшись, люди рассказывали чудовищные вещи. И показывали страшные фотографии. И в конце концов мы поняли, что открыли путь не просто в иное измерение. Мы открыли портал в преисподнюю. И пытались захватить для анализа чертей. А потом доктор Битругер сам отправился через портал. Не знаю, чем он думал. Этот эксперимент не планировался. Он просто вкрутил портал и ушел. Мы не смогли его остановить. Он вернулся в другие. Он выглядел так же, говорил так же. Но не знаю. Что-то... Что-то было не так. В конце концов он сделал немыслимое. Взял душеку... Артефакт, который носили в руинах. И унес его за портал. Стабилизаторы портала отказали. И на базе разверся настоящий ад. Какие же мы дураки. Нам надо было уничтожить порталы, как только мы поняли, что там на той стороне. О, Господи, прости меня. Что же я натворил? Кто-нибудь... Не дайте этому повториться. Простите. Ян Маккормиш. Конец записи. Нет. Дезинфекция началась. Дезинфекция закончена. Всего доброго. То есть, подожди, я сейчас... Туда? Система готова. Отправлюсь. Куда-то. Двадище. Продолжение следует...